Здоровый образ жизни – это модно. Президент России Владимир Путин подписал указ о возрождении ГТО. Первые шаги в этом направлении сделали сегодня на Крымском полуострове. Символично, что местом возрождения в Крыму физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» стало учебное заведение, выпускником которого является знаменитый боксер-олимпийский чемпион 2012 года Александр Усик. Честь быть первопроходцами системы ГТО выпала 23 ученикам общеобразовательной школы номер 34 поселка Гресс Симферопольского района. Сейчас перед уходом учеников на каникулы мы отработаем, посмотрим, адаптируем его к условиям Крыма, крымских школ. И с сентября месяца уже начнем плановую системную работу по всему полуострову. Торжественное построение и открытие соревнований под звуки «Гимна России». Юноши и девушки формируются в отдельные группы для демонстрации уровня развития основных физических качеств в шести видах испытаний комплекса ГТО. Предварительные занятия мы как таковые не проводили именно по этому комплексу, потому что мы совершенно недавно только узнали, что он будет у нас проводиться в этом году. Но в течение многих лет мы готовим детей по этим направлениям, поэтому мы не боимся. Старты даны девятиклассники, состязаются за лучшие показатели в беге на короткую дистанцию, подтягивания на перекладине, прыжках в длину с места, метании гранат на дальность и стрельбе. Спорт всегда помогал в жизни всем, поэтому я хочу, чтобы спорт помог этому юному поколению выжить в жизни, чтобы они были здоровые, крепкие, чтобы сильные были духом и силой. Мы надеемся, что мы покажем сегодня хорошие результаты и в дальнейшем все ребята нашей школы будут принимать участие в сдаче норм ГТО. Организаторы и гости мероприятия тем временем делятся своими мыслями и первыми впечатлениями от опробованных лично испытаний комплекса ГТО. Сейчас вместе с ребятами решила, так сказать, поддержать их, да, как спортивный работник общества. Прыгнула и вот в прыжках я выполнил норматив золотого значка, но в своей возрастной категории. Когда я была учащейся в школе, мы сдавали комплекс ГТО «Готов к труду и обороне» каждый год. Детям, мне кажется, это всегда было интересно, потому что была определенная подготовка. Курсанты после прохождения испытаний уже гордо свидетельствуют о своих первых достижениях. А как ощущения? Я смотрю, руки трясутся до сих пор. Ну, страшно было сначала. У меня все виды легко даются, так как это нетрудные соревнования, но у меня все получается. Согласно указу президента, в рамках новой системы современного комплекса ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах. Выполнение его в общеобразовательных учреждениях с этого года введено как обязательное и сдаваться будет с шести лет. От сдачи нормативов освобождаются отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Светлана Доценко, Игорь Романенко, Время новостей.